Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе избран губернатор. 14 из 16 присутствующих депутатов регионального парламента поддержали кандидатуру Юрия Бездудного. Стали известны результаты выборов губернатора Архангельской области. Победу одержал Александр Цибульский, набрав порядка 70% голосов избирателей. В Нарь-Январе с размахом отметили день рождения Ненецкого округа. Праздничные мероприятия прошли в центре арктического туризма. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Юрий Бездудный избран губернатором Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято 13 сентября на сессии окружного собрания депутатов. Главу региона парламентарии выбирали открытым голосованием. Срок его полномочий – 5 лет. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательных представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, губернатор Ненецкого автономного округа избирается депутатами собрания депутатов открытым голосованием. Президент России внес на рассмотрение в собрание три кандидатуры. По поручению главы государства обращение на заседание и сессии озвучил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Представляю следующих кандидатов. Бездудный Юрий Васильевич, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Пинаев Игорь Николаевич, директор государственного казенного учреждения Архангельской области, дорожное агентство Архангельск-Автодор. Смаченков Андрей Владимирович, депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа на профессиональной основе. В окружном законе номер 400 ОЗ предусмотрена процедура избрания губернатора депутатами собрания Ненецкого округа. Согласно нормам этого закона, избрание губернатора округа осуществляется открытым голосованием путем подачи голосом «за» не более чем за одного из представленных кандидатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов 10 и более. Уточняю, каждый депутат голосует только за и только за одного кандидата. Голосование против и воздержался не проводится. Единый день голосования 13 сентября на заседании сессии регионального парламента присутствовали 16 из 19 депутатов. Трое отсутствовали по объективным причинам. Один из отсутствующих депутатов высказал свою волеизъявление в письменном виде и отдал свой голос за временно исполняющего обязанности. По итогам голосования за Юрия Бездудного проголосовали 14 депутатов, за Андрея Смученкова – 2. Игорь Пинаев не получил ни одного голоса. Выборы признаны состоявшимися. По итогам открытого голосования большинством голосов от установленного числа депутатов, 14 голосов, губернатор Нейского автономного округа сроком на 5 лет избран Бездудный Юрий Васильевич. К сожалению, по техническим причинам из-за отсутствия сигнала с передвижной телевизионной станции на пульт АСБ, телеканал «Север» не смог осуществить прямую трансляцию сессии собраний депутатов. В записи заседание сессии было показано в эфире в полном объеме днем 13 сентября. Запись сессии также была размещена на интернет-ресурсах Ненецкой телерадиовещательной компании. Напомним, что Юрий Бездудный был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа указом президента 2 апреля 2020 года. До этого он исполнял обязанности заместителя главы региона. Последующие 5 лет после принятия присяги Юрий Бездудный будет возглавлять субъект Российской Федерации. Уверен, что такой уровень взаимодействия, который уже достигнут, мы сохраним и будем работать вместе на благо нашего округа. Спасибо вам за доверие. Я постараюсь его оправдать. «Округ должен поступательно развиваться. Для этого есть необходимые условия? Да, есть. Есть люди, которые способны решать постоянные задачи. Есть органы власти, которые работают достаточно эффективно. Есть программа действий, которая вписывается и в программу всей нашей страны. Есть трудности, которые мы также видим. И о них мы тоже открыто говорим. Самое главное, конечно, для жителей, для того, чтобы вся та социальная программа, которая у нас принята, она выполнялась и в дальнейшем в полном объеме». «Нам, депутатскому корпусу, общественникам Ненецкого автономного округа, хочу напомнить о том, что наша роль заключается не только в том, чтобы указать, где болит, где у нас проблемные моменты в округе, но в том числе мы должны предлагать пути их решения. И не просто описывая порядок каких-то действий, но в том числе и просчитывая финансовые риски, социальные риски». «Ну, в первую очередь, что мы пожелали нашему новгородному губернатору, это пересмотреть систему управления. Та система управления, которая существует, говорит о крайне его неэффективной работе. Это подтверждает в том числе провалы в реализации нацпроектов, особенно в строительной сфере. Это неведенные квадратные метры жилья, дороги, ну и объекты социальной сферы. Вот это первое. И второе, что мы пожелали, чтобы укомплектование кадров происходило из числа наших специалистов, проживающих здесь». По окончании сессии в администрации округа состоялась рабочая встреча избранного губернатора Ненецкого автономного округа с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, в ходе которой стороны обсудили первоочередные задачи, стоящие перед органами власти региона. Сразу после нее состоялась торжественная церемония вступления губернатора Ненецкого округа в должность. «Вступая в должность губернатора Ненецкого автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации». Вступая в должность, глава региона принес присягу на верность государству и Ненецкому автономному округу его жителям. «Вступая в должность губернатора, я всерьез осознаю, какую огромную ответственность взял перед каждым из вас». На инаугурации присутствовали представители федеральной и региональной власти, верхний и нижний палат федерального собрания, духовенство и общественность. После окончания торжественной церемонии глава региона выполнил свой гражданский долг на избирательном участке в старом здании третьей школы, где принял участие в голосовании на выборах губернатора Архангельской области. Затем ответил на вопросы представителей региональных средств массовой информации. «Для меня такой сегодня волнительный день, и я, признаться, был удивлен даже несколько теми словами, которые говорили депутаты. Понимаю, что это большой очень кредит доверия, и понимаю, что взял на себя огромную ответственность и перед депутатами, и перед жителями, и перед всем округом. Теперь, что касается первоочевидных задач, ну, они абсолютно очевидны. Главная задача, которую я вижу перед собой как губернатором, это развитие Ненецкого автономного округа. И в первую очередь повышение качества жизни тех, кто здесь живет, жителей округа. Это и строительство школы в Искателях, в Нельминосе. Это завершение строительства дороги Усинской. Это расширение окружной больницы, пристройка к окружной больнице и инфекционное отделение. Это переселение из ветхого аварийного фонда. И все эти задачи, все эти задачи, они стоят не только передо мной, а перед нами. Передо мной, перед администрацией, перед депутатами, перед федеральными органами. И только вместе мы сможем решить эти масштабные задачи. Я уверен, что у нас все получится. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В этот же день, 13 сентября, состоялась процедура сложения администрации округа полномочий высшего исполнительного органа государственной власти региона перед вновь избранным губернатором Ненецкого округа, что регламентировано окружным законодательством. Решение о сложении полномочий оформлено постановлением администрации. При этом прежний состав администрации округа продолжает исполнять свои полномочия до формирования нового, но не более пяти месяцев со дня вступления в должность вновь избранного губернатора. Администрация Ненецкого округа – высший исполнительный орган государственной власти округа, возглавляемый губернатором Ненецкого округа. Накануне стали известны результаты выборов губернатора Архангельской области. Победу одержал Александр Цибульский, набрав порядка 70% голосов избирателей. На втором месте Ирина Черкова от «Справедливой России». Она набрала почти 17%. Третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Явка составила 36,6%. Три остальных кандидата набрали менее 3% каждый. Избиратели Ненецкого округа также выбирали губернатора Архангельской области. В Ненецком округе Ирина Черкова с большим преимуществом обогнала Александра Цибульского – 62% против 20%. При этом явка по региону составила 21,78%. В единый день голосования 13 сентября в двух муниципалитетах Ненецкого округа прошли выборы глав муниципальных образований. Главой Коткинского сельского совета выбрали кандидата от местного отделения партии «Единая Россия» специалиста общего отдела сельской администрации Александра Баева. На выборах он набрал более 51% голосов избирателей. На выборах главы Великовисочного сельсовета победил Николай Бараков – специалист местного Дома культуры. Его кандидатура также была поддержана партией «Единая Россия». Он набрал почти 80% голосов избирателей. В Нарьинмаре с размахом отметили день рождения Ненецкого округа. Праздничные мероприятия, посвященные 91-й годовщине образования региона, проходили в Центре арктического туризма 12 и 13 сентября. Подробнее о том, как горожане и гости города провели эти выходные, в материале Ольги Русол. Разнообразные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. 91-й день рождения Ненецкий автономный округ решила отметить с размахом. В июле 1929 года постановлением в ЦИК создан Ненецкий округ. В марте 1935 года появилась окружная столица Нарьинмар. За более чем 90-летнюю историю Ненецкий округ прошел славный путь. Сейчас это динамично развивающийся регион, донор на территории которого ведется добыча нефти и газа. Но главное богатство Ненецкого округа, безусловно, его люди. В рамках праздничных мероприятий жители Ненецкого округа, внесшие вклад в его развитие, были удостойны государственных наград Российской Федерации субъектом. Их вручили глава региона Юрий Бездудный и председатель регионального парламента Александр Лутовинов. В округе очень много полезных ископаемых, нефти, даже газа. Но самая большая ценность округа – это люди. Те люди, которые создавали этот округ, которые ковали ему славу. И вот именно этих людей сегодня хотелось бы отметить. И мы обязательно сегодня наградим этих людей, которыми гордится наш округ. Когда мы говорим «Ненецкий автономный округ», это прежде всего наши люди. Это наши заслуженные ветераны. Это наша замечательная молодежь. Это все те, которые сегодня трудятся на влага и процветание нашего региона. Поэтому мы с твердой уверенностью можем сказать, что округу быть, округу строиться и развиваться, округу процветать. За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд государственной наградой Российской Федерации орденом почета награжден заведующий хирургическим отделением Ненецкой окружной больницы Николай Гмир. Побольше внимания в здравоохранении, чтобы бюджет соответствовал тем требованиям медицины, современной медицины, и помогать внедрять высокотехнологическое исследование лечения больных. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу, почетное звание, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации присвоено тренеру спортивной школы труд Алексею Коткину. Когда я случайно узнал, что такая награда будет не вручаться сегодня, я, конечно, вначале не поверил. Это очень высокий уровень, и я очень благодарен администрации Ненецкого автономного округа, администрации Спросского и Олимпийского резерва на труд за такую высокую оценку моей работы. Государственных наград Ненецкого автономного округа удостоены 22 жителя региона. Медалью за особые заслуги перед Ненецким автономным округом награждена учитель русского языка и литературы школы номер один Валентина Кононова. Я считаю, что учитель должен быть отмечен, и к нему должно быть самое что ни на есть пристальное внимание, потому что от учителя в этой жизни зависит почти все. Не будет ни врача, ни инженера, ни космонавта, если не будет учителя. Мы, конечно, благодарны органам власти региона за то, что они поддержали наше хозяйство о награждении наших коллег высокими наградами округа, потому что каждый из них отдал, ну, скажем так, наверное, львиную часть своей жизни. Вот если брать Валентина Ивановна Кононова, у него стаж почти 49 лет. Если брать Надежду Анатольевну, то у нее 42 года стажа. Поэтому, действительно, это люди, которые посвятили всю свою жизнь народному образованию нашего региона, и действительно, они получают награды. Мы гордимся тем, что высшая региональная награда будет вручена учителю, который почти полвека посвятил взращиванию интеллектуального потенциала нашего Ненецкого автономного округа. И благодарим инициативную группу депутатов, которые поддержали ходатайство. Также в рамках празднования Дня Ненецкого округа прошло награждение памятной медалью президента России за активное участие в организации проведения общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Общероссийская акция взаимопомощи в условиях пандемии, коронавируса «Мы вместе», организаторами которой стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров стартовала 21 марта 2020 года. «Мы с несколькими еще девушками шили маски для медицины и потом еще шили маски для населения Ненецкого автономного округа». «Приятно, что ваш труд, ваши дела заметили, что вас отметили». «Да, очень приятно, спасибо большое». «Это как стимул дальше помогать людям, что тебя видят, тебя запомнили, что вот ты помогаешь». «Волонтеры осуществляли закупку и доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, обратившимся за помощью самоизолированным гражданам, а также лицам старше 65 лет, ветеранам, труженикам тыла, детям Великой Отечественной войны. В праздничной программе много спортивных мероприятий. На территорию турцентра жители и гости округа соревновались в армрестлинге, сдавали нормы ГТО, принимали участие в занятиях по стрейчингу, йоге, игре в лазертак. Среди них наша коллега, журналист Алена Людвиг. «На самом деле я приехала по работе, чтобы написать об этом замечательном мероприятии. Но увидела духовое ружье и решила попробовать свои силы, потому что стрелять я люблю, не только глазами, у меня это неплохо получается, а как настоящий чекотский охотник, яинский тоже, попадаю белки в лаз первого раза». В комплексе со стрельбой Алена решила попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Сдать их на значок или просто потренироваться здесь мог каждый желающий. «Если у человека есть ID номер, он уже зарегистрирован, то у него могут принять полноценный экзамен, занесут в базу данных, то есть некоторую часть он сдаст, а потом уже впоследствии будут сдавать остальные части». Забег «Арктик Хира», участники которого преодолели дистанцию, состоящую из 12 испытаний, направленных на выносливость, скорость, быстроту реакции, мотокросс, битва мангалов и многие другие развлечения, не оставили среди гостей праздника равнодушных. «Что бы вы нашему Ненецкому округу пожелали?» «Так, то же, что и себе пожелал бы. А что вам?» «Благополучие, процветание, перспектив самое главное». «У нас округ стал за последние 10 лет очень красивый, пускай продолжается в том же темпе». «Здесь моя родина, здесь у меня родители живут, семья моя, поэтому и, ну, мне нравится, и все». «Что я здесь родился?» «Вы здесь родились и выросли. Выросли и родились здесь, в Ненецкому округу. Я желаю, чтобы там есть такой погод, как сегодня. Солнце, солнце, и всем удачи, здоровья, счастья». Оба праздничных дня завершились концертом звезд российской эстрады. Ольга Русул, Влад Качев, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы.